Привет, мои любимые! Добрый день! Времени где-то минут 20. Вот это мой участок. Просто у меня все просит показать, где я работаю. Вот тут всё вокруг моё. Вот я смотрю, что у меня самый чистый, а там всё, смотрите, всё в снегу белое. Ну я так ориентируюсь на этих ребят, которые здесь давно работают. Я так 10 дней. Вообще жесть! Я сегодня, короче, так сняла весь снег, ну там как вычистила. А потом, что-то захотелось поделиться. Пошла на ту сторону, там два входа, ну как поликлиника детская. И я там чистила. Потом пришла сюда, вернулась. А там всё вот так опять белое, даже больше, чем здесь. И я так, аааа! Потому что он идёт и идёт, не прекращается. Вот только сейчас закончился снежок немножко. И я бегу на обед. Захотелось с вами поделиться. Штаны на меня здоровые. Все так висят уже. И вещи все на меня уже большие. Короче, я килограмм на 6 постройнела. Так что вообще класс. Потому что в фитнес-клуб, если идти там, требуют маски. А вы знаете, что я противник геноцида. Вот. И я лучше поработаю дворником месяцок, другой, третий. И постройнее, чем я буду ходить в фитнес-клуб. И надевать маску. Во вред своему здоровью. Ей это не нужно. Потому что Бог дал нам дышать свежим воздухом. А не напяливать на себя всякие фигни, которые мешают свежему поступлению кислорода. В лёгкие. И вообще во все дыхательные пути. Так что пока меня устраивает. Я чувствую, у меня все. Вот тут все плечи болят. Ноги, подошвы. Икры, короче. Вообще все, 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 все. Блин. Я так руки, когда делаю вверх. У меня тут такая... Вот правда, как будто я после качалки. Я одно время очень долго ходила в качалку. И вот такое же чувство. Просто так сильно пресс, как сейчас. У меня в качалке не болело. Потому что я ну распределяла нагрузки. Где мне надо там ножки подкачать. Или попу. Или ещё что-то. А сейчас у меня короче, тотальное такое всё. Само распределяется. Потому что, когда потаскаешь эти тяжёлые там лопаты со снегом. Или ещё там что-то. Вообще-то, плечи. Ааа. И руки, и ноги как будто вот действительно как будто чугун залили. вот у нас мальчик как девочка. Прикол. Вот. Так что мои родные многие спрашивают как тебе там? Вы тяжело? Одевайся тёпленько. Не знаю чего. тяжело только от того, что тельце не привыкло. И оно сопротивляется. Потому что мне даже сегодня предложили тортик. Потому что там у нас у сотрудника день рождения. А я вот правда не хочу. Я так устала, что мне вообще не хочется кушать. Я только пью, пью, пью водичку. Вот. Даже взяла с собой на работу шоколадку. Я вам говорила, что возьму. Она где-то тут у меня в карманчике. Сейчас поищу. О, вот она. И я её вот серьёзно я не обманываю. Я ни кусочка не укусила, ни вообще не съела. Она так у меня в кармане не валяется. Потому что вообще не хочется кушать. Может быть это следующая стадия пойдёт, когда начнут расти мышцы и захочется кушать. полетели мои красавчики. Сегодня читала комментарии, пишет девушка. Не знаю, девушка, наверное, пишет в Питере такие голуби наглые. Не знаю, я так не вижу. Ух ты. Туда поехал мальчик, назад едет девочка на велосипеде. Красота! Когда не было снега, я не видела никого на велосипедах. А теперь выпал снег и все ездят на велосипедах. Вот, говорит, такие голуби наглые в Питере кушаешь, и они прям изо рта у тебя. вы это самое. Здравствуйте! Вот, изо рта у вас выхватывают, что вы едите. Да нет, не правда это. Просто, наверное, они вас отмечают, что вы чуткий человек. Не ко всем пойдут голуби. Не питерские, не какие. Я очень хорошо знаю голубей. Я даже в Бейруте находила голубей и кормила. Потом они меня знали. О, снова велосипед. Вот так вот. А там собачки играют. И воронушки. И голубочки. На горлицу похож. Хотя нет голубь. Смотрите, какие красавчики. Привет! Все, вы попали за решетку. Это лайка, что ли, красивая такая. Я вообще собаках плохо я разбираю. Разбираюсь. Могу там отличить овчарку, например, от дворняжки. Хотя тоже не всегда. Но собак очень-очень люблю. Пять, четыре, три, два. Не успела. Знаете, что, постою. Мне с вами приятно постоять. Я вышла без капюшона, потому что не холодно. Наверное, 0 градусов, не знаю. Смотрите, все такое растало. Но у меня мокрая голова. Я как будто из сауны так, волосы мокрые. И все так мокрое. Я даже внизу без футболки, потому что я на работе сняла футболку, повешила там на батарею. потому что я реально как после качалки в час мокрое. Нужно было с собой такую футболочку взять и так переодеться. И мне даже подруга сказала, возьми, возьми футболочку с собой. А я что-то протупила. Ну, я утром, как всегда, засиделась, с вами общалась вот так и забыла футболку взять. И мне просто лениво было рюкзак тащить на работу. Я, короче, обленилась в ношении сумок. У меня и сумки есть классные, кожаные, красивые. Мне дарили. Сама я покупала тоже классные. Но почему-то не нравится мне их носить. У меня есть такие, которые просто надевать так кожаные на пояс. чтобы ручками не держать. Я не люблю, когда у меня руки заняты. Люблю, когда свободны, чтобы жестикулировать. Научилась в Ливане. Ну, или камеру держать. Вам снимать. Прекрасный Петербург. Видите, некоторые машины все в снежочке. Все, она пришла. Мне кушать вообще не хочется. Не знаю, зачем я еду домой. Наверное, чтобы поменять обстановку. потому что, когда сидишь в одном пространстве или там даже трудишься, накрывает по полной. Ну, меня, по крайней мере. Потому что, вы знаете, что я человек мира. Я люблю все время движение, куда-нибудь идти, что-нибудь болтать, делать, общаться. Я не могу на одном месте находиться постоянно. за 9 минут дошла домой. если добрый, то всегда любят. Когда наоборот трубой. запах ужасный. Нежирки подопарил. Бля. О, боже. Все, я дома. Разделась, переодела майку, потому что очень-очень-очень жарко. Вообще, там прилетел кто-то. Привет, красавчик. Кушать хочешь? Нельзя. Нельзя. Буду приучать только яшечку. Ладно, пошла кушать. Сейчас покажу вам свой обед. Но аппетита вообще нет. Вот мой обед. Рис с рыбкой. Рыбка скумприя. Такая. Видите? Пахнет рыбкой. Возле рыбки лежала. Что-то у меня вообще аппетита нет. Очень хочется пить, кушать вообще не хочется. Но я буду. Приятного аппетита всем, кто кушает. Люблю вас, мои хорошие. Всем волшебного дня. замечательной среды и волшебного вечера. Ну и любви, конечно. Пока-пока. У нас 16 декабря. Помните еще? Вот календарик. Пока.